друзья привет я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас переход переход из валенсии в танжер это марокко и из марокко на тенерифы полторы тысячи миль может быть чуть чуть меньше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, что ты там накупила такого? Все по списку. Продукты 1-6 человек на реке. По списку. Она купила все по списку. Вот когда мы будем куда-то идти, и у нас будет вопрос, что вам нужно из еды, мы такой, все по списку. Итак. А список есть? Ну, салфеточки. Как вы думаете, мы это все сожрем? Я думаю, что мы это не сожрем даже за два перехода, но если упереться, и капитан прикажет, сожрем, не глядя. Значит, Сережа, твоя задача начать есть апельсины. Я начинаю с апельсинов, заканчиваю кока-колой. Апельсины с кока-колой. Ну что, загружаемся? Может, цепочку встанем? Давайте пока все выкину. Мы еще плакали и колонки с тобой не ездят. Как хорошо, когда 5 человек могут взять и за 2 минуты перенести полный багажник Приуса. Это называется яхтинг. У нас подготовка к выходу. Сейчас собираем все, разбираем по лодке, моем посуду. А вот что у нас занимаются ребята. Накачивают тузик, и сейчас его будут ставить сюда под гиг. Ну и тут у нас, соответственно, по салону тоже задач миллион. Вот такой бомжатник. А вот у нас дежурный по кухне, который в этом бомжатнике пытается все привести в порядок. Проверочка, что у нас готово. Швартовое электричество мы сейчас отключаем. Тузик закреплен. Воду заливаем. Паруса расчехлены. Можно сказать, готовы. Теперь тут ничего не болтается, ничего не валяется практически. А тут проходят последние подготовки. Все закрепляется, чтобы ничего не упало, ничего не болталось. Вот все складывается под стол. И будем отчаливать. Пятиминутная готовность. Вот и отходик. Сейчас идем на заправочку. Уже поставили все паруса. Грот. С таксель. Теперь у нас есть возможность сделать передых. Да. Вышли из бога. Включается автопилот. И теперь рулевой может съесть мандарин. И покурить. И покурить, да? Здесь столько много лодок. А ты увидел вот эту лодку, которая маленькая? Маленькую. Поздно. Не убилял, да? Не. Ну, по носу ее не было, поэтому она в любом случае не осталась. Она как-то за парусом была. Я бы смотрел, то есть проходили, но 50 метров. Но все равно близко. Маловато, да. Веревочки сидят там всякие. Да, да, да. У нас первое утро первого дня. Прошли мы вообще непонятно, сколько миль. Наверное, уже под соточку. Вот. Ночью холодно. Пипец. То есть вот я сейчас во всем в Непроме, под ним там еще куча свитеров. Лежал на вот этом одеяле, проснулся под ним. Потому что было под ним теплее, чем на нем. Ну что, как вам первая вахта? Первая вахта, уже две первых вахты прошли просто. Ночные, ночные. Ночные, две первые ночные вахты. А за моей спиной встает солнце. А где-то чуть левее африканский континент. Вот, кстати, солнце. Первый, первый восход на Средиземке. Волнительно, необычно. Надеюсь, не последний раз. Ну, надеюсь, восход точно будет не последний. Солнце точно встанет, да. А тебе как? У меня муки выборами, чтобы пойти поспать и выпить кофе. У нас процесс приготовления кофе. Однозначно. Капитан. Двести. Отлично. Что двести? Что капитан? Без сахара. А сахара хочу... Сколько? Две. Антон, добудьте, пожалуйста, один. Вон там где-то это, маленькая такая банка. А, подожди, стой. Сейчас, секунду, найдем. Вот такие движения мои очень скоро станут плавными. Блин, да, вообще. Ты их космонавты в космосе, в невесомости. Стой, стой. Как тебе ночная вахта? Very good. И вот так вот, банально. Ну, это была моя первая вахта и на самом деле было немножко прикольно, но... Страшно было? Страшно было с непривычки, скажем так. Ну, когда в черноту заходишь, обычно всегда такое. А так нормально, в принципе. Сейчас веселее, что отключили движку и под парусом едем. Это гайф. На движке вообще отстойненько, скажем так. Ну, ночная была такая. Моторили, моторили. А тебе как? Ночная вахта. Отлично. Довольно спокойно было. Дизелили два часа с нуля до двух. А потом выспался. Это же у тебя первая ночная, да? Да. И как ощущения? Да, спокойно вполне. Посмотрим, как будет вторая, потому что сейчас волнит и дует. Ну, может, кстати, сегодня ночью будет. Тоже мы на парусах, а потом, скорее всего, на моторе. Ну, посмотрим. Вообще хорошо. Нравится. А вот наши паруса. Идем отлично. Мы идем сейчас остро к ветру. И еще, я думаю, так будем идти, наверное, до ночи. Хорошо, идем. Сколько идем? Мы 7-0. 7-0, класс. Как фигурное катание. 7-0. Как футбол. Что вы себе тут скачете по кол. Такой скучный, скучный футбол. Попробуйте, попробуйте ровно, да. Это как наш футбол. Есть бразильский футбол, испанский футбол, а есть наш футбол. Дизель-шкоты выбросили за борт. Испания. А далеко от берега. Мы все подойдем нормально. Время еды. Первое конец. Время зашла. Время завтрака. Время позднего. Это ланч и бранч. Итак, у нас очередной прием. Внимание, у нас тут есть кое-что, чем нас балуют. О, wunderbar. Что это такое? Это Eintopf. Eintopf? Да. Что это? Это национальный немецкий суп. А что в нем? В нем картошка, лук, грибы, фасоль, бобы, горох. Вурст? Вурст. Мясо. Швайн. Швайн. Ого. Вурст. Вурст. Давай уже не летай. Так, давай, пробуй. Я пробовала. И что? А ну, господа. Вы сидите, такое впечатление, как будто вы боитесь есть. Нас же снимают в кино. Это царское блюдо. Это очень вкусно. Это царское блюдо просто. Вот так и надо. Когда я говорил про смену блюд, оказалось, я не шутил. Оп. Эта штука сделана самостоятельно. На камбузе прямо сейчас. На камбузе. Это к вопросу о том, насколько люди ограничены в питании на яхте. И селлинг ли это? И можно ли засчитать кубкосветку с такими тортами? Это не настоящий яхт. Сейчас мы начнем с ракцановой, да. Не настоящий. Я так понимаю, что это чай с запахом вина? Нет, это скорее вино в чайных чашках. А-а-а. Да. Сейчас выйдет Ростислав и назовет это отлайн. Нет, я думаю, он назовет это как-то по-другому. А как? Группунс. Глювайн. Глювайн. Глювайн, да. Глювайн. А вот сейчас узнаем. А вот тут другой вопрос. Я уже не могу терпеть это. Ростислав, мы подумали только что, что возможно люди скажут, что мы снимаем на этом, на зеленом фоне, как он там? Хромакей. Хромакей, да. И это в студии мы находимся, а это потом доложили сверху. Как эта штука называется? Это Глювайн. Глювайн. Угадали. Глювайн, угадали. А как называется это? Сегодня будет... Это Штолин. Штолин. Штолин и Глювайн. Штолин и это только обед. Это только обед, да? Это уже обед на ужин. Да, уже 5 часов. А представьте, что будет на ужин. А мы вам не покажем. Что-то здесь включило режим паники. Mayday, mayday, we are cleaning, we are cleaning. А, у меня нет. Короче, вот этот стол, который проснулась Дина и решила все начать убирать. Этим и примемся. И наконец-то первый раз за два дня душ. Сережа принял. Больше не воню. Что бывает весьма редко. Ты с такой температурой тут завоняешься. Да, ну. Я вчера как-то была. Ух ты. Ну, скажи. Все нормально было. Все за день. Сидели же, нормально общались. Все было. Надо взять ведро и слить воду такую. Прямо за борт. О, какие здесь цвета. И вот белый теплоход. Вот он. А это еще Испания. Ну, все, мы еще дороги в Гибралтар. Это уже пошел четвертый день. То есть потом я скажу, сколько я миль прошел за этих несколько, за три дня уже полных. И вот смотрите, где мы сейчас находимся. Вот Гибралтар. Это вот та точечка с рюмочкой. Это то, куда мы будем ходить. Вот. А сейчас идемте посмотрим, к нам приплыли дельфины. Хоть их там я вам уже и много показывал. Ну что? Где караси? Караси убежали. Все? Ваша лошадь долго ходит. Ага, понятно. Слушай, а кто их жрет? Дельфинов? Нет, они вверху. Вверху, да? Что их не ест? Короче, дельфинов не будет. Дельфинов сейчас пока на паузу. Но мы все еще идем под мотором и на парусах. И паруса нам добавляют сколько там? Миллион? Узел? Узел. Не, больше узел. Да, где-то такое. Течение большое. Встречное течение. Мы сейчас идем почти 4. А, 4? Мы с утра шли 6 при тех же оборотах мотора и при тех же парусах. И где-то вот там впереди, впереди вот где-то там, вот справа, это Испания. А вот там Гибралтар. Да. Вперед Гибралтару. Вперед. Все попросыпались. Ростик делает опять магические блюда. Крутяк. Кофе. Бутики. А ну. Что? Я встану так и сядю. Неужели есть интернет? Уже теперь с 5 минут. Ждали, но... Я только что говорю. Только что говорю. Слава богу, нет. Вот я так скажу. Повтыкать надо в дельфинов, в туман, в рассвет. Вот это говорит в тебе охотник. Да. Гарпуном, да? Гарпуном. Гарпун есть. Есть пованный вручную. Называется фишфакер. Да, фишфакер. Сделан еще в Тихом океане. В Тихом океане старинным родом еврейского народа, который отвечает в ум сообразительностью и охотничьим инстинктами. После трех потерянных тунцов. Убежали уже дельфины? Не, вон еще. У нас тут такая сумасшедшая роса. Вот это все мокрая. Это все роса. Это все то, что... Это все туман, который вот здесь оседает. И возле Гибралтара? Это уже, наверное, второй раз я здесь возле Гибралтара иду. И вот все время в таком тумане. Такие вот дельфины. А сейчас у нас будет завтрак и кофе. Какие у нас фендеры мокрые. Смотри, такие. Такое болото прямо. Друзья мои, нас пытаются отключить от тру-яхтинга. А ты не думал, что нас пытаются для чего-то откормить? Откормить. Добро, пожалуйста. Просто Сережа, может быть, Ростик рассматривает тебя как консерву на длинном переходе? Может быть, он не уверен, что он поймает дельфина. Еще никому не удавалось. И в голодное время есть консерва, которую можно раскормить, а потом есть. Океан не за горами. Как это называется? Риск митигейшн? Здоровый, циничный юмор. Какой-то. Потата браво. Это картошка с мясом и с чесноком. Посмотрите, как мы делаем. Мы берем фольгу. Вот. Берем фольгу. Там картошка, мясо, лук. И туда режем чеснок. А потом мы это все выкладываем на противень. Плодем в духовку. Ау, прям хорошо, да? Не плакай, Кэп. И запекаем. Хорошо. Запекаем это и потом будем это кушать. Ом-ном-ном-ном-ном-ном. Ну, вот, и вот у нас штучки получились. И теперь мы их загружаем в духовку. В духовку вот горит. И так, минут сорок. Пустяшки. Проверочка. О-ла-ла. Я думаю, что это будет прекрасная. Прекрасная магическая еда. Еще разочек. И еще разочек. Класс. Так, у нас очередной вечер. И вот я вам хочу показать о том, как выглядит туман. Очень большой туман. В океане. Вот смотрите. Вот это вот все. Вот это туча. Я подойду ближе. Это не туча. Это вот эти облака. Это туман, который сейчас придет. И здесь будет огромная точка росы, которую я вам показывал. Будет такое все мокрое. Ужасно мокрое. Но ничего страшного. Мы в этом будем идти. Сегодня до середины ночи. Гибралтар, Англия. Все в болоте, все в воде. А вот у нас сейчас закат. И, кстати, вот это солнце садится. Оно тоже садится за слой тумана. То есть это не горы спереди, а именно туман, который стелется вдоль воды. Чуть-чуть вечернего солнышка. У нас только что прошло две ночи. Вахтенный. Что, Леня, как тебе? Прекрасно, особенно, когда я вчера покормил дядьку Нептуна. Вот что стало здорово. Красно лечее. А что с Нептуном у тебя не сложилось? Да что-то после вкусного ужина так и грустно стало, что он, бедняга, скучает, что решил поделиться с ним своим кушком. Это уже в ночь. Да. Обычно укачивает это уже, когда вот ночь глубокая. Потому что не видно вообще ничего. Итак, что мы прошли? Там осталось 207 миль до Танжера. Ты прошли уже сколько? Да, прошли уже где-то столько. Вот мы тут заходим за мыс, вот там где Альмерия. И дальше вот идем уже по прямой в Гибралтар. Это место называется Мар де Альбаран. То есть море Альбарана. Ну и вот Сеута. Но в Сеуту мы заходить не будем. Идем в Танжер. Танжер уже находится в Атлантическом океане. Дежурный делает утренний кофе. Как тебе ночная вахта? Отлично. Хорошо пообщались по радио. Радио, я уже показывал. We are on a fire. Видите? Да. С круассанами. Кынишня в Абаринке. Круассаны. Вот это гедонизм. Вот это я понимаю. Вот то, о чем я вам хотел рассказать и показать. Внимание. Мы вышли в туман. Уже даже нос лодки в тумане. Его, конечно, еще видно, но не очень. Кстати, я когда приходил на Гибралтар, еще до того, как мы выходили в кругосветку, вот так же в этой части моря была точно такая же погода. Мы все время здесь ходили вот в таком тумане. Может быть, это зимой, хотя я здесь был летом и был такой же туман, вот такой же сильный. Это, наверное, сталкиваются Атлантический океан и Средиземочка. Вот так это выглядит. Все равно нифига не видно. А пока я могу рассказать один анекдот. Садится в такси чувак и говорит, я летчик, мы вчера летели, садимся. Такой туман, вообще ничего не видно. Но я же профессионал. Мы такие все-таки сели. Вдруг таксист такой дергает ручку капота. Открывается крышка. И он говорит, это я профессионал. Идем без автопилота. Через гривну 20 поворот налево. Подразогнались. Что, уже встречка? О, 3,9. Вот это мы наваливаем. Мы тут до трех шли, потому что здесь течение около двух узлов в морду. Начальная история о Гибралтаре. Естественно, как вы понимаете, мы вам ночью не показали захода, потому что ночью ничего не видно. И мы шли в этот туман, которым жутком, который мы вам показывали. И обходили, расходились с корабелями. Но это все такое уже, я не знаю, как это показать. Вот мы пришли в Гибралтар. Вот эта гора известная гибралтарская. А это часть Испании. И вот прикол в том, что для того, чтобы зайти в Гибралтар, всем известно, нужны визы. И вот для людей с паспортами РФ и Шенгеном зайти в Гибралтар. Можно, а для украинцев с биометрическими паспортами зайти нельзя. Мы не могли понять, почему. Задавали вопросы, никто нам ничего внятного не ответил. Поэтому мы сейчас снимаемся и идем в Танжер. А то, что нам нужно сделать, это подойти вот туда и заправить нашу лодку. Ну, а тут вокруг стоит огромное количество разных судов на якорях, на буях. И ждут там загрузки, разгрузки. А может быть, просто это их порт приписки. Вот, кстати, катамаранчик еще один выходит. Короче, идем заливаться. Что мы делаем, Сережа? Заходим в Гибралтар. Нам нужно заправиться. Так как нас не пустили, как я уже говорил. Вот заправка называется тут, Церса. Церса какая-то. Процесс залития топлива в Гибралтаре. Попытка. Стоимость 60 центов, но здесь валюта фунты, поэтому будет 70. Все равно дешево. Все равно дешево. Да. А только что, там в 50 метрах отсюда, стоимость заправки была евро 40. Ну, собственно, вот такой вот Гибралтар, маленькая марина. Все такое совсем небольшое. Сейчас уходим и идем в Марокко. Швартуется лодочка на заправку. Сзади комментарии на камеру. Это гора Гибралтар в тумане. Ну, надеюсь, я больше мы этого тумана видеть не будем. Вот это мы так заходили. Вот вы видите этот туман, который до сих пор стелется там спереди. Вот мы в нем были. Но я думаю, что он с солнцем, конечно же, пройдет. А завтра мы его уже видеть не будем, потому что мы выходим в Атлантику. Несколько слов. Относительно хода в Танжер из Гибралтара. Вот вы видите эту срань. Вот эту вот. Мы сейчас здесь быстренько проскочим. Потом мы быстренько проскочим вот здесь вот ТСЛ. И быстренько зайдем вот сюда в Танжер. То есть вот это вот все. Делаем все незаметно. Без преимуществ в движении. Короче, нормально. Идем вон 7,7,4, 7,5. У нас есть небольшой крен. А все потому, что вон та херня, которая нам мешает жить. И нам нужно перед его носом пройти. Вот мы чуть-чуть проходим, потом отворачиваем налево. И опять спокойно в Танжер, в Танжер. Но сначала да, протараним танка. Но это мы переходим только первую часть. Это мы переходим только до полосочки. А отсюда мы поворачиваем налево, начинаем идти. И потом так же само вниз. Итак, вот мы покидаем уже Гибралтар. Это сторона Евразия. Вот вдалеке Гибралтар. А сейчас с той стороны, наверное, сейчас его не очень видно, но там уже видна Африка. И вот это вот все расстояние. Это Гибралтар порядка 10 миль между континентами. И мы идем в Марокко. Продолжаем нашу увлекательную историю прохода СЛ. В соответствии с марин правилами. Вот это уже встречка. Мы уже подошли к встречке. Вот тут шарашат корабли. С обратной стороны они уже идут в другую сторону. Мы сейчас находимся ровно посередине. Вот мы уже. Наша задача пропустить вот этого. И перед вот этим пройти максимально остро. Тут мы уже все разобрались. А финально нам нужно вот сюда. Вот где-то тут находится танжер. Вот эти значки обозначают Water Turbulence. Это значит, что нас будет немножечко болтать. Поэтому на взлете и посадке мы будем пристегивать ремни. Чтоб не пасты в салоне тримать из-за поручень. Это Африка. Марокко. Другой континент. И наконец-то мы выходим в Атлантический океан. Средиземка у меня уже вот где. А Атлантический океан... Короче, тут уже дует. Здесь уже хорошая волна. Комфортный яхтинг. Вот. И с проходом ТСЛа мы заходим наконец в нормальную акваторию. Как выглядит Water Turbulence? Это та часть, когда встречают... Это та акватория, в которой встречаются течения. Давайте я вам покажу этот кошмар. Вот эта кипящая вода, это и есть Water Turbulence. Ну и сейчас она закончится. Это обычно маленькими участками. Мы еще пройдем там полмили вперед. И больше ее не будет. Вот смотрите, мы сейчас выходим. Вот тут вода голубая. И вот есть черная. Вот есть черная и голубая. Вот тут видно. Это смешивается Атлантический океан и Средиземное море. И вот мы в Атлантическом океане, судя по воде. Еще немножко вам покажу Water Turbulence. Вот так как она вот... Вода кипит вся прямо. Вот справа от нас идет рыбак, который тащит сеть. И он идет чуть быстрее нас, а нам нужно пройти у него по носу. Тоже такая задачка нормальная? Да. Задачка офигенская. Ну, швартоваться, как вы понимаете, мы уже будем все равно в темноте. И этого будет совершенно не видно. Что я могу поделать? Ничего. И мы идем куда-то туда. А старый город вот там находится. И вот там. Вон маяк такой стилизованный. Ну, на самом деле, я не знаю, наверное, далековато, чтобы его хорошо рассмотреть. Но так город не очень сильно загружен. И вот вы видите, он такой разнесен по горам немного. Где мы есть? Вот оно, наша морока. Вот оно. Вот она, наша марина. Вот мыс. И мы за мыс заходим, и туда в глубину уходим. А у нас пока закат. Марокканский, африканский закат. Сегодня утро. Какой гордый я. Так, вот. Марина Танжар. Я думаю, про Марину мы рассказывать уже ничего не будем. Потому что в этом году это делать смысла, по-моему, не имеет. Но, тем не менее. Уже все о ней рассказали. Это новая Марина. Отсюда, из этой Марины, очень клевый вид на город. Это новые дома. А вот справа, старый город. Заправлен, зачекинен. Собираемся и плавненько ползем дальше на Тенерифа. Ну, еще утренний кофе, естественно. Но это уже мелочь. Вот у нас процесс отхода. Все. Танжар. К Танжару говорим, до свидания. И надеюсь, не встретиться в ближайшее время. Потому что у нас другие планы. Вот. Отлично. Снимать фендеры. Сейчас, подожди. Давай мы сделаем прямой ход. Сделаем прямой ход и вперед. Поларец. Добавить попсу. Добавь. Чуть-чуть. Отлично. Нет, забирай все в тузик. Вот такая у нас команда, которой мы все делаем идеально. Очень нравится, когда я могу ничего не делать. Ну и вот Марина, из которой мы выходим. Не надо нам топлива, нормально. Ну и вот сам Танжар. Большой пляж, такой красивый. Заворачиваем? Чуть-чуть больше радиуса заворачиваем. Нормально. Смотри. Смотри, вот глубина. Ну все, а дальше будем показывать, как мы идем, выходим и ставим большие паруса, потому что ветер у нас будет как раз под большие паруса. Короче, ребята были в городе и принесли вот такую вот униформу на лодку. Теперь мы с этой униформой, внимание, у нас это так, командная одежда. Тим билдинг. Тим билдинг. Тим билдинг. Вот эта тема классная. Естественно, меня будут спрашивать, сколько вот эти штуки стоят. Они в Марокко недорогие, по 400 долларов. Так вот, да. Торговали по 380. По 380. Короче, нормальная команда, именно адская. Адская сутона. Адский сутона. Куклус клан. Куклус клан. У нас клюнула рыба. Вроде. Вроде. Итак, тащи ее сюда. Я не пойму. Потому что вы иногда очень легко идет. Ничего, ничего. Сейчас будет тяжело идти. Так, вон она. Где? Карась. Ходи сюда. Медленнее, медленнее. Карасы. Это тунец. Тихо, тихо, тихо. Не, не, не. Ну, блядь. Давай, вынимай, вынимай. На берег быстрее. Божди, главное, как Илья, а не на этого цена. Так это... Это проблема Ильи. Я делал вот именно так. Вот так. Первый карась. Есть. Ты... Ну, я же рыбу ловил. А теперь посмотри в камеру. И так по злому улыбнись. Кунец. Так, травим. Потихонечку. Все, ужин. Я тут не пришел. Это не я делал. Убийца на борту. Фишкилеры. Я не буду это комментировать. Это было очень брутально. Главное, что сработало. На самом деле, в Германии обязательно быстро уйти рыбу. Это я понимаю. Молоток и нож. И вообще вкалывают ей в башку сначала, а потом едут молотком. Молоток и нож. Веревка, удавка. Вот, вот эта еда из этого карася. Вот этот человек, который его помочил так гуманно и быстро. Слушай, он очень мудричный. А вот карась. Это что от него получилось? Ну. Осталось. Между прочим, очень брутально. Это как откусывать кубинские сигары и плевать корешок в море. Приблизительно так же. У нас все ужины с этой прекрасной рыбой, кстати, которая уже закончилась. У нас вот такой атлантический закат. Красивый. У нас очередной аут. Мы уже вышли в ветровую зону. У нас был кодзиро. Мы его сейчас скрутили. Но у нас мы хотим поставить больше парус. Нам нужно поставить генакер. Вот этим мы сейчас будем заниматься. Вот ребята сейчас майнают. Кодзиро. Обожаю. Такой яхтинг, когда ни хера не делаешь. Давай, давай, давай. Можешь его фрифолом скидывать. Вы грациозны, господа. Немножко океанического яхтинга. Я думаю, что я могу спать. Я не чувствую. Я думаю, что я могу спать. Я не чувствую. Вот, кстати, этот отказ, с которым мы сейчас общались. Он сказал, что он поворачивает немножко старборд для того, чтобы дать нам больше пространства для прохода. Но на самом деле можно было этого не делать. Потому что он сзади. Но мы решили перестраховаться. И он действительно отвернул. Поэтому я считаю, что в данном случае данная процедура была эффективна. Для того, чтобы все понимали, что вообще вокруг происходит. Сзади это остатки Африки. Мы от нее отходим. И уже больше Африку мы видеть не будем. Вот сейчас повернул и по носу проходит. Жгем незаметно. Скажите, сэр, что это вы делаете? О, научитесь, научите. Настоящий трусейлинг невозможен без огород. Петля. Плетем петлю. Настоящий трус. Кто провинился? Кто-то, похоже, провинился петли плетем. Да, ну, короче, готовимся. Нас тут много. А еды мало. Еды мало. Четыре красницы. Если не выдержат, трансовый борт наварен как положено. Лотерея. Лотерея. Опять-таки, под килем протащим. Жесткие яхтенные игры. Жесткие, жесткие. Покажи, как эта штука плетется. Давайте покажу, как эта штука плетется. Чтобы не вязать узлы, как минимум с одной стороны. Взяли конец. Отмерили петлю. Допустим, такую. Этой петли хватает, чтобы в принципе в любой лодке протянуть через утку и перекинуть. Это очень хорошо и быстро. Либо на борту, либо на берегу. Как удобно. И за ленточку вяжем, чтобы она не распуталась. Отмечаем на шесть, четыре, шесть примерно витков. Ну, мы делаем девять. У нас же все по-взрослому. И времени. Расплели, пометили. Потому что потом будет жопа, если не пометить. Раз. Два. Три. И после этого, главное, не начать плести вот в эту сторону. Потому что будет бомба, но бесполезная. И поехали. Бомба, но без детонат мира. Ближайший раз вернули. Первый вставили. Аккуратненько. Ну, такая хорошая, такая, конечно, жесткая. Что-то пошло не так. Шайзы. Ладно, представьте, что вставили первый. После него берем следующую, вставляем второй. Первый мы подвяжем. До упора. Подтянули. Потом ищем третий. Вот он у нас. Следующую петельку. Через предыдущую. Вставляем третий. Ну, там где-то у нас, допустим, первый. Вот он. Переходим потом на первый. И опять вставляем через петельку в следующий. Так вот. В конце снимаем изоленту. И magic. Получается вот такая классная штука. Концы можно не заплавлять. Один раз, привязав лодку на эту фигню, просто через полчаса вот это будет толщиной, вот с этой только косичкой. Вот так подрубается спинакер. В нашем случае генакер. Сидят люди на носу в качке, вяжут какие-то узелки на память. Антон, человек-паук такой, сидит в паутине из веревок, которые наплел. Чтобы он просто ровно ушел. И смотри, если что-то идет не так, и оно запуталось, кричи, сразу стоп программа. Отмена старта ракеты. Еще метр. Давай-давай-давай. Еще, еще. Давай-давай-давай-давай. Еще чуть-чуть. Стоп. Еще чуть-чуть. Все. Дай ему ход просто. Да, оно. Отвлекат вернуть? Не, не надо. Ты же держишь ту катую. А, да, нормально. Давайте, наверх. Поехали. У нас завтрак. И, несмотря на спинакер, несмотря на генакер, у нас скорость 5 узлов. Невзирая. Невзирая на все попытки. Короче, это ужасно. Очень низкий ветер. И, может, честно говоря, немножко подозае. Всю Средиземку в низком ветре. О, что у нас здесь на завтрак. Бутерброды. Бутерброды с капустой. Нам осталось 564 мили. Наутический. Дотен Рико. А сейчас у нас закат. Прекрасное время. Да. Ветер стухает на закате. Хоть мы и идем под большим парусом. Он там у нас нормально хлопает. Но все равно мы идем там 5-6 узлов. Даже с вот этим вот хлопающим парусом. А сейчас вот такой закат у нас. Атлантический. Океанический. Красота. Очень люблю я закаты в океане. Они такие красивые-красивые. Настоящие-настоящие. И атмосфера, когда солнце садится. Она такая становится насыщенная. В море такого нет. Это прекрасный пункт. Который у нас уже готов. Ну что, пробуйте еду. Конечно, а чем? Ага, это и был вопрос. Да-да-да. Косяк. Косяк. Какой же это косяк? И спросили у мудреца. Почему не клюет рыба? А мудрец им ответил. Вы что, дебилы? У рыбы нету клюва. Поэтому она и не клюет. Что это ты делаешь? Да я чуть-чуть подальше отмыл. Рыбу, рыбу. Рыбу, да. Ревентир. Рыбалка. Которой нет. А это мотиватор. Это мотиватор. Не снимай. Не снимай. Я сегодня без косметики. Мой нают код зиро сверху по агенакеру. Они не скручивают. Полетали. Ну давай уже май най. Человек-паук. Ну все, сразу подключайте тогда генакер. Из этой кучи давайте его наверх. Порвался код зиро, который мы сняли. Покажи, да, я эту дырочку покажу. Вот это она была зашита. И она, короче, лопнула. Поэтому нужно сделать латку. Сделаем отзив. Стрежа, что у нас завтрак? На завтрак у нас брускеты с великолепным оливой. Это прекрасно. А на завтрак что таки? Что? А на завтрак что? Хлеба это хорошо, но на завтрак что? Из этого хлеба будут сделаны гамбургеры. С сыром моторелла. Джеркун, белком, салатом. И что-нибудь, что туда добавить? Пиво. Например, пиво. Оригинально и не стандартно. А мы все еще идем под спинакером. Ну что, друзья. Дельфины, русалки. Тут рыбы нет. Тут рыбы нет. У нас зато есть рыбалка. Мы поставили три спиннинга. Спереди два спиннинга. Вот они. Вот один. Вот второй. И импровизированный спиннинг Дельфины. Там одни такие рыбаки с такими спиннингами. Других нет. О, дельфины. Ну что, получилась у тебя еда в итоге? В итоге получилось. Что это? Где пиво обещанное? Пивом пропитан хлеб. А, нормально. Салат заправлен ямайским ромом. О, нормально. Вот как выглядят яхтенные кухни. Так, очередное утро. Тут у нас вахтовики-затейники. Нет, это не я. Ну, это не она. Ну что, как ночная вахта? Нормально. Тихо, спокойно. Ну, понятно, ветра-то нет. Мы слышали ночью, когда люди пищали. Да. Так, Ростик вот начинает у нас ловить рыбу на такие маленькие наживочки. Но практика двух дней показала, что рыбы нет, но вы держитесь. Нет, это рыбало, потому что у нас лазик леет. А сейчас уже с утра не выйдет. Вам так на черных приборах видно все хорошо? Да, так вынимаю. Спасибо, как ясность повышаем. Смотрите, яркость. И будем сядать. Night mode. Так, ну и что? Сейчас? Чуть пизажа. Вот оттуда встает солнце. Сейчас у нас в 6.39, а восход в 6.38. То есть, одна минута назад встало солнце. Вот оно, восходное небо. Видите, какой большой свэл накатывает? Это океанический, а ветрового нету вообще. Ну и вот, с той стороны у нас красиво. Такое розовое-розовое небо. А мы туэнде тенерифы. В надежде на поимку карася. Очередной день. Давайте посмотрим, что нам осталось. Нам осталось 238. Немного, немало. Немного, немало. И топливо у нас где-то, наверное, полбака. Ну так, в притысячечку. Как-то не пугай меня так. Я тебя не пугаю. Будем дрейфовать. Куда мы будем дрейфовать? Мы будем дрейфовать на карибы, в крайнем случае. По течению. Плавненько. Идет под углом небольшим к нам. О, опять полезли вверх. Это вообще не ощущается. Нет ощущения того, что ты на волне. И лодка то, что поднимает, опускает. Этого всего нет. Ты просто визуально видишь. Вот волна идет. И вот с волны. И вот так. Раз, вот волна пошла такая огромная. Вон вперед. Вот какой у нас сегодня закан. Солнце светит такое через тучу. И прямо вот лучи идут в море. Класс. Красота. И мы сейчас идем под парусами. Включили генератор для того, чтобы заряжаться. Ну, раз уж включили генератор, двигатель. И под двигателем заряжаемся. Но он у нас идет не на ходу. Просто в режиме зарядки, в режиме генератора. Мы заодно делаем воду. Люди развлекаются. Как люди развлекаются на ночных вагах. Это не романтик. Это нормальный романтик. Булшит. 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 Ченз ченнел. Булшит. Булшит. Булшит 2. 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 Б Вот так вот происходит это все на шестнадцатом канале. Леня, а что ты готовишь? Супчик, просто у меня все за раз не уходит. Я сейчас отдельно поджарил на масле и на чесноке курочку, а сейчас я немножко посеую, добавить небольшой супчик. То есть из этой кастрюли уже можно есть? Ну, через некоторое время уже можно будет что-то уразумительное. Сейчас мы немножко обжарим лук и добавим. На нашем кулинарном шоу экстрим. Жареный лук. Ничего, это все пойдет на канал. Не надо. Короче, это все мы будем есть сейчас. Ну, не сейчас. Нет, сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Вот наш суп готов. Вау, вау, вау. И вот лобстеров я вижу. И кинзу. И кинзу. И венецианские травы. Вот он. Вот он, супчик. Вообще суп на лодке это очень круто. Все привыкли жрать сухари, а тут суп. Да. А запах? А запах. Вот этот человек, который сделал это прекрасное блюдо. Оно пяти. Спасибо. Как по-немецки будет приятного аппетита? Гуд на пяти. Гуд и на пяти. Отлично. Так, у нас очередное утро. Какой это у вас день? Это вторник, десятый день. А перехода с Тонжера пятый. А, с Тонжера пятый? С Тонжера пятый. С Тонжера пятый. Итак, нам до Тенерифе осталось сто тринадцать миль. Идем мы под мотором, потому что ветер нам выключили еще вчера, может даже позавчера. Вот видно, как хлопает парус. Ветерочек иногда поддувает, но скорее всего его нет. Ну и у нас рассвет, вот вы видите. Такое солнце светит через тучи. Ну короче, идем. Чуть не навернулся. Идем себе медленно и плавно. Все? Можно шесть. Сюда ее надо отпутать. А я ее сделал, там один должен быть. Да, а то он должен быть вообще один. Да, да, да. Там на картинке. Короче, можно задать вопрос. Что люди с этим делают? И зачем они взяли эту иголку? Сделаем маленькую ремарку. Видите, у нас болтается парус. Так вот, эта иголка напрямую к нему имеет отношение. Короче. Ну, я думаю, что это оттерлось. Причем здесь нитки нормальные. Я думаю, что это порвалось обо что-то типа лейзи джеков, веревок, которые держат лейзи бэк. Короче, сейчас будем это шить и посмотрим, что из этого получится. Вот он реально яхтинг. Ага. Технологии. Хай-тех. Римских галер. Давай, давай. А ты высовывай туда, чтобы узелок вышел. Ну, сколько сейчас будет? Я думаю, где-то... Ну, вымпельного до 15. 15-16. Это только будет. Хотелось бы, чтобы уже... Не, это сейчас. А, тоже сейчас разбивает? Да, оно дует, оно в ноль дует. Но оно прямо в ноль. Прямо в ноль. И мы повернем, будет опять прямо в ноль. Поднимаем гратафалом... Поднимаем гратафалом парус. Вот он ползет наверх. А при этом Сережа вправляет ползуны. Отпусти чуток. Да натянешь, он нормально туда зайдет. Давай помогу. Вот эти ползунки. Да ёбаный ты пустик, бля. Да, оно. Вот. Поехали. Ну, вот парус и стоит. Скидываем его вниз. Всё зашили, всё заправили. Красота. А сейчас у нас время утреннего кофе. Ну что, друзья? А, вы говорили про это, да. Как утренний кофеёк? Отлично. Это всегда. Не только. Ну и. Ну и. Это не только, но и. Ну и, да. Утренняя роскошь яхтинга. Кофеёк. Это, ребята, сиборитство. Это сиборитство и снобизм. Утренний кофе ещё до того, как ты успел понять, где ты находишься. Это сиборитство. До того, как бахнул 50 грамм. Да. У нас не пьющий переход. Абсолютно. 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 А, ты же именинник. А, ты же именинник. Ааа. С днём рождения. Оооо. Кстати, да. Выпивка продолжается. Безалкогольная выпивка. С праздником. Большое бревно. В такой ночью влупиться. Ничего страшного, конечно, не произойдёт. Но мало не понравится. Мне не покажет. Спасибо высоты. Гилько вот этот делается. Не, не опасно. Не, ну как, гилько отобьёт. Но фатального ничего не произойдёт. А у нас устойчиво и настойчиво нет ветра. Зато посмотрите, какие у нас предзакатные пейзажи. Солнце садится просто в желе. Такая красивая, вообще ровная-ровная вода. В нём отражается небо. И вот по прямой это лунная дорожка от Солнца. Луны? От звёзд? Да, бывает от звёзд. И тунец не ловится. И кокос не растёт. И кокос не растёт. Но зато красиво. Хоть что-то плюс. И так мы смейнали, легли на курс. Нам осталось 62 мили до Тенерифе. Так это всё выглядит. Вот сюда мы идём. Марина называется Санта-Крус до Тенерифе. Вуаля! И немножечко предзакатник пейзажей. Солнце село. Идём на парусами. Ветерочек позволяет. Он хоть и слабоват, но нам с таким удобно. У нас будет какая-то еда в ближайшее время. Точно, к гадалке не ходить. Хочешь быть сухим? Беги. Особенно в твоих дырявых скенах. Особенно в моих дырявых скенах. Да у тебя тоже такие же. Такие же. У тебя дырявые? Да, тоже дырявые. Аааа. Одина в кроксах. Они тоже дырявые. Одина беги. Одина сейчас скажет, схватим с вашей дырявой шузой. Да, закрыто, закрыто. Если не закрыто. Вот такая у нас простая мойка. Знаешь, как вот убирать на кухне, например. Беру такое в ведро и слил. А Машка есть? Машки нету, но есть другая, слабая. Машки нет, возьмите бубен и шаманьте. Вот так у нас весело тут. А ты не знал, что он у тебя может утащить за собой? Ха-ха-ха. Я понял принцип работы морского якоря. А работает ведь? Ладно. Красотища. Дайте я отойду. Вы не даете мне бредной привычки заняться. Немножко покурить. А говорят на ходу лодки не моются. Очень даже они моются на ходу. Особенно в Атланте. Особенно. А, а моются они особенно на ходу. Особенно на ходу, особенно с откинутым гидропортом. Посередине океана. Посередине океана. В рамках подготовки перехода Атлантического океана нам нужно проверить форстей и форнинг форстея. Поэтому нам нужно будет собрать стаксель. И вот сейчас собственно этим и будем заниматься. То есть сбрасывается он просто. Его нужно будет открыть. Ну просто его открыть и убрать с него натяжку. Потом открыть молоток на мачте и освободить стаксельпалы. Он весь вниз упадет и его просто аккуратненько собрать. Готовы? Давай. Давай. Открывай. Все. Поехали вниз. Грациозный акилань. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Та-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Крутяк! Где-то так это и происходит! обожаю когда есть команда когда можно ничего не делать просто командовать смотрите делать селфи на фоне работающих людей запись сделано зайдем марину надо бы с ними еще раз вязаться а это бурильные платформы они здесь стоят потому что местные жители начали поставать за экологию и платформы нефтяные просто собрали и привезли в порты и поэтому здесь больше добыча нефти не ведется марина санта-крус до тенерифе марина санта-крус до тенерифе селим бот носу поли сказали что они нас ждут на первом понтоне как только мы заходим там будет стоять человек который будет нас включать у ребята развернулись идут обратно что-то забыли может с вами поздороваться как ты думаешь я думаю выказать уважение людям пришедшим из дальнего похода но еще мили побежал ки еще 200 еще 200 о какой красивый смотри похоже на яхту одного известного российского деятеля какого чисел договорился вы поняли о вот это нефтярун я не знаю о ком речь это человек с лицом директора бони а и а и а и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok